всем большой привет вы находитесь на канале когнитивный надзор а если вдруг не на нем то обязательно переходите и подписывайтесь сегодня у меня в гостях валерий дмитриевич соловей валерий дмитриевич огромное спасибо что снова к нам пришли добрый вечер вадим спасибо за приглашение здравствуйте уважаемые зрители и слушатели я бы хотел с вами сегодня поговорить о коммуникации поскольку вы специалист в этом вопросе и я с огромным удовольствием снова перечитывал вашу книгу про медиа манипулирование всем рекомендую но сегодня хотелось бы поговорить о коммуникации в разрезе общение внутри общества мы безусловно как общество сейчас самым чудовищным образом разделены и мне кажется что этот вопрос оказался дополнительно подсвеченным связи с арестом господина стрелкова гиркина многие так называемые либералы хотя конечно не вся оппозиция является либералами ну уж так принято этим клише обозначать эту часть наше общество заделась вопросом а вообще как там поддерживать господина гиркина желание освободится от этого как многим кажется несправедливого ареста он полить заключенный или не полить заключенные может и слава богу что арестовали а уж по какому предлогу это делать десятое вот как вам кажется стрелков гиркин полить заключенный или Вадим, у японцев есть такая замечательная формула вежливости, когда вот они сталкиваются с подобным вопросом. Ну, я не японист, но мне рассказывали. Они начинают с того, что, ну, на этот предмет существуют различные точки зрения. Это как раз тот случай, иначе бы мы с вами, наверное, его не обсуждали. Дело в том, что есть ряд правозащитных организаций, видимо, наиболее известный авторитетный из них Amnesty International, которые вырабатывают критерии и процедуры отнесения того или иного человека, обвиняемого в чем-то, отнесения к политзаключенным. Это мы с вами прекрасно знаем. Но есть то, что можно было бы назвать обыденным мнением, мнением медийных личностей, мнением медиа и мнение, допустим, Amnesty International и мнение в обществе общества очень часто не совпадают. Опять же, вы об этом знаете. Я предпочитаю концентрироваться не на личности человека, а на принципах, именно на принципах и на обстоятельствах. Принцип, с моей точки зрения, должен звучать следующим образом. Что если человек обвиняем, облыжно я подчеркиваю, облыжно обвиняем и преследуемым по политическим мотивам, то он является политическим заключенным. Даже если, как в случае с Игорем Стрелковым-Гиркиным, он несет ответственность за то-то и за то-то. В частности, я напомню, что суд в Нидерландах его признал виновным в причастности, точнее, не просто причастным, а прямым виновником в гибели малазийского Боинга. Знаете, я скажу сейчас вещь, наверное, очень странную. Стрелков к этому не причастен. Я это очень хорошо знаю. Почему он промолчал и почему он не стал это опровергать, это другая история. Он к этому абсолютно никакого отношения не имеет. Но это отдельная история, которая когда-нибудь станет известна. Между тем, сам Стрелков виновен в ряде других преступлений. И он это никогда не скрывал. Надо ему отдать должное, хотя это, наверное, такой горький, ну не комплимент, горькая оценка, да, он довольно последователен и открыт. Он, конечно, не все рассказывает, но в отличие от многих, он не скрывал некоторые малоприятные для себя и нелестные вещи. За это он несет ответственность. Но его сейчас преследуют не за это. Не за те преступления, которые он совершил, а за те преступления, которые ему приписывают, которые нельзя назвать, с моей точки зрения, преступлениями, потому что ни в одном нормальном обществе нельзя наказывать человека за слова. Пусть эти слова даже оскорбительны. Ну, в конце концов, допустим, в Соединенных Штатах, которые вам неплохо известны, я полагаю, в силу особенностей вашей биографии, там даже был в свое время очень интересный судебный прецедент. Это было решение Верховного Суда. Если я не ошибаюсь, оно называлось «Дело Брандауэра или Брандауэра против Огайо». Суть в чем, я очень кратко пересказываю, что вы можете призывать к депортации чернокожих. И это не должно повлечь за собой вашего преследования. Но если вы приступаете к депортации, то есть к организационно-технической подготовке, тогда вы можете быть подвержены уголовному преследованию. И это, в частности, мое тоже отношение к свободе слова. Да, есть вещи, которые звучат ужасно, и которые мне, полагаю, вам и, наверное, очень многим категорически не нравятся. Но кто дал нам право определять, что приемлемо, а что нет? Определяет закон. И мы должны с вами быть готовы к тому, особенно в такой стране, как Россия, что избирательное правосудие всегда может быть обернуто, повернуто против любого из нас. Против любого из нас. И, допустим, тот же самый Игорь Стрелков, которого мы сейчас обсуждаем, он, конечно, негативно относился и относится к либералам. Характерно, что из общественной наблюдательной комиссии он никого к себе не пустил. Но, помилуйте, он же дискутировал с Навальным. И он выглядел в этой дискуссии вполне себе достойно. И если он испытывает неприязнь к либералам, он об этом говорит, он это не скрывает. И он не призывает их сжигать, расстреливать и вешать. А мы такого сорта, фактически такого сорта призывы слышим от официальных СМИ. Поэтому, я резюмирую, с моей точки зрения, это политическое преследование. Игорь Стрелков в моих глазах политический заключенный. Ну, сейчас обвиняемый точнее. Он пока еще не в полном смысле, он не осужден, хотя понятно, если уж рука российского правосудия до него дотянулась, то суд вынесет, сами знаем, какой приговор. Но его меняют за то, что он не совершал. Поэтому я считаю, что он сейчас оказался в положении политического заключенного. Вне зависимости от того, будет ему этот статус дарован или нет. Ну, и напомню знаменитую фразу Вольтера. Она, конечно, набила оскомину. Ну, я там не разделяю или ненавижу ваши взгляды, но я готов положить свою жизнь за ваше право их высказывать. Он имеет право высказывать свои взгляды. Безусловно. Какими бы людоедскими нам эти взгляды не казались. Вадим? Мне кажется, здесь возникает важный вопрос. Вот это вольтерианство очень удобно выражать, допустим, сидя на диване, что очень мы сопереживаем, да, или там даже признаем внутри себя господина Стрелкова политическим заключенным. Но все-таки, мне кажется, что в первую очередь искреннее признание его таковым для себя должно выражаться в каком-то действии. Если человек привык, например, выступать, ну или хотя бы репостить что-то у себя, рассказывать своим товарищам и так далее, и как-то действовать в поддержку людей, которых из, так сказать, либерального крыла подвергали репрессиям, то, следуя вот этому вольтерианскому принципу, эти же люди должны совершать все те же действия, которые для себя считали приемлемыми, и в отношении господина Стрелкова. Это явно у многих вызывает смятение внутреннее. Как это противоречить? Это безусловно. Причем это смятение вызвано не только внутренней самоцензурой. Или, допустим, групповой цензурой. Это вещь реально существующая, вы прекрасно знаете. Что для того, чтобы быть принятым в определенном сообществе и считаться в нем своим, надо соблюдать правила этого сообщества. Но это хорошо известная вещь, многожидоописывавшаяся социологией. Но и элементарный страх. Страх выразить солидарность. Ну, Вадим, я часто получаю письма от людей, что они просто даже боятся ставить лайки. Это правда. Боятся ставить лайки под видео, боятся ставить лайки под постами. Поэтому я их не упрекаю. Ни в коем случае. Но вот, мне кажется, этот элемент внутренней цензуры и самоцензуры, он по отношению к гражданским активистам, он является самодавлеющим. Вне зависимости, ну, в данном случае мы говорим все-таки о условно-либеральной или протолиберальной и протодемократической части. А те, кто относится к патриотической части, они ведь тоже не выражают солидарность со Стрелковым. Я сам не смотрел, но вот я видел краткий обзор, резюме обзора, точнее, патриотических телеграм-каналов или Z-каналов, как называют. В общем, наверное, их правильно называть Z-каналами. Где идет дискуссия. Вообще можно писать свободу Стрелкову или нельзя? Понимаете? Поэтому в данном случае упрекать, допустим, либералов я бы не стал. Я обращаю ваше внимание, это очень важно, от Стрелкова отвернулись, или точнее не протянули ему руки помощи, в первую очередь свои. Я просто знаю подоплеку этой истории. Я не могу ее сейчас раскрывать. Это не моя тайна. Когда-нибудь она станет известна. И она совершенно чудовищна, Вадим. Она совершенно чудовищна. Те люди, которые ему в глаза говорили, ну, не гений, а вы мужественный человек, вы наш вождь, вы нас поведете, они отвернулись от него первыми. Они отказали ему помощи и поддержки. Она ему была до, нужна до ареста. Там ситуацию можно было переиграть. Они ему отказали в этом. Вадим. И как бы мы там не критически или с иронией относились к либералам, у них вот эта вот групповая, если хотите, порука и взаимопомощь и солидарность выражены сильнее. Но она накладывает, кстати, между прочим, и свои ограничения. Ты говорил о моральной цензуре и самоцензуре. Но есть еще один аспект. Я думаю, о нем важно сказать. Наши ресурсы ограничены. Наши человеческие ресурсы. Наша эмпатия ограничена. Наши материальные ресурсы. Люди не могут тратиться на всех. Вы прекрасно понимаете. И наша солидарность имеет тоже определенные пределы. Эта солидарность, допустим, в первую очередь по отношению к родным и близким. И затем солидарность по отношению к сообществу, к которому мы себя приписываем. И с которым мы боимся быть изгнанными. Эта солидарность не распространяется на другое сообщество. Сейчас, потому что это еще и крайне в России опасно. И очень сложно найти, честно говоря, виртуоза космической любви или виртуоза вселенской эмпатии. Это же серьезнейшая проверка принципов. Когда человек посудил в областное время принцип, например, честного суда для всех. И так просто получалось, что всех, кого нечестно судили, в основном это были очень симпатичные нам люди, например. И вдруг выясняется, что нечестный суд коснулся теперь и очень неприятного нам человека. И вот это вопрос, действительно ли ты своих принципов придерживаешься или тебе так только казалось? Я вспоминаю свой разговор, очень интересный, спокойным Константином Крыловым, который человек относился к тому же лагерю, что и Стрелков Гиркин, Константин был даровитым и таким доморощенным философом. Ну, я в данном случае без иронии говорю. И очень интересным литератором. И он всегда говорил мне, что принципы в данном случае должны соблюдаться. Как бы ты ни относился к человеку, надо в первую очередь ставить на первое место принципы. Я с ним согласен. Мы сейчас обсуждаем с вами, почему эти принципы не соблюдаются. Я не хочу никого оправдывать и никого за это попрекать. Я говорю, что в современной России вот сейчас, в той ситуации, в которой мы находимся, видимо, практически невозможно следовать, казалось бы, разумному принципу, имеющему, кстати, и легалистское, и моральное основание. У нас не получается. Надо сказать себе об этом откровенно. Да, некоторые звери нам роднее, чем другие, гораздо роднее. Некоторые взгляды нам гораздо ближе, чем другие. Хотя бы давайте себе это признаем. Просто признаем себе. И не будем делать вид, что Стрелков наказан по заслугам. В данном случае не по заслугам. Его заслуги в кавычках, они в другом. Но его преследуют и наказывают не за это. Совершенно точно. Хотя бы надо смотреть правде в глаза и говорить об этом. Как ситуация выглядит на самом деле. Я считаю, очень важно, что вы подняли эту тему. Это чрезвычайно важно, чтобы мы об этом заговорили. Потому что наверняка то, что я вижу условно с либерального фланга, это или замалчивание, или тихое злорадство. Ну вот, ну вот, типа договорились. И я понимаю это злорадство. По-человечески мне понятно. Я понимаю замалчивание. Но давайте тогда скажем себе, мы не соблюдаем принципа, который мы считаем краеугольным. Мы его просто не соблюдаем. Вот так сейчас выглядит ситуация. Да, мы находим объяснение, почему мы его не соблюдаем. В частности, мы с вами сейчас проделали прекрасную рационализацию, мне кажется. Почему он не соблюдает. Но это не отменяет того, что мы этот принцип не соблюдаем. Вы знаете, я хочу сразу подчеркнуть для нашей аудитории, чтобы не быть неверно понятым. Мои вопросы не содержат, конечно, никакой претензии ни к либеральному крылу. Это скорее мой вопрос самому себе. Потому что я не то, чтобы внутренне сразу как-то ринулся на защиту Стрелкова и почувствовав это в себе, и почувствовав как будто бы противоречие этой эмоции и принципу, который я, как я считал, исповедую, я задался этим вопросом. Это такая рефлексия в прямом эфире, которая, наверное, для части зрителей будет близка и актуальна. И, кстати, в связи с этим вспомнил неожиданную историю. Может быть, она вам знакома. После ареста Андреаса Брейвика, стрелка норвежского, который отнял множество жизней в молодежном лагере, по-моему, одной из политических норвежских партий, было много призывов к тому, что нужно его посадить, нужно изменить под него законодательство, нужно ему создать более жестокие условия, чем, в принципе, предусматривает закон Норвегии. И меня до глубины души поразила история о письме, которое написал комитет родителей и жертв этой трагедии, в котором они писали, что закон должен соблюдаться в отношении Андреаса Брейвика от первой до последней буквы. Если мы начнем менять закон в связи с этим, значит, Брейвик победил. Значит, он создал хаос, которому мы подчинились. Значит, мы те принципы, на которых держится наше общество, стали готовы изменить в результате его, вот этого чудовищного поступка. И какую внутреннюю силу надо иметь, чтобы следовать вот такому видению, какое гражданское мужество нужно иметь, чтобы отставить свой принцип, когда этот человек убил твоего ребенка, может быть, несколько месяцев назад. Я не представляю. Поэтому, конечно, требовать от кого-то в этом смысле такого внутреннего подвига невозможно, но такой внутренний подвиг восхищает. Это такое глубокое понимание принципов. Я согласен. Наверняка у нас немало таких людей. Вадим, у меня нет сомнений. Но я склонен полагать, что они просто не хотят публично высказывать свою позицию. Вот мы с вами свою позицию публично высказываем, поэтому у меня нет сомнений, что мы навлечем на себя парфианские стрелы с обеих сторон. Это я очень хорошо знаю. Ну, что делать? Интеллект не должен ограничивать себя никакими преградами. Если уж мы вступили на путь рефлексии и саморефлексии, давайте хотя бы проделаем значительный участок этого пути. Будем стараться это делать. Валерий Дмитриевич, вот, наверное, может быть, чуть менее остро, но тот же самый вопрос возникал в связи с нашумевшей беседой Максима Катца и так называемого Стаса Ай, как просто. Стаса Васильева, популярного блогера, который стал не так давно ведущим федерального эфира, таким со-товарищем, со-ведущим Владимира Рудольфовича Соловьева. И если уж не все далеко готовы отстаивать право на свободу господина Гиркина, то вот вопрос коммуникации с другим лагерем, просто разговор, не помощи, а просто беседы, тоже ставится многим под сомнение. А можно ли вообще выходить в один эфир, как-то комментировать высказания друг друга, принимать приглашения? На ваш взгляд, где та грань? Потому что в интервью, например, мне в том числе, Майкл Наки высказывал такое мнение, что если ты соглашаешься на беседу, то ты автоматически таким образом легитимизируешь этого человека в глазах общественности, что это равный собеседник. И, соответственно, его взгляды равны твоим. Вы можете спорить, но ты этого человека как бы втягиваешь в публичное поле и говоришь, что он мне в целом равен, как объект для коммуникации, точнее, субъект коммуникации. Вот как вы считаете, где та грань, чтобы не навредить общему делу, но и чтобы не окуплиться окончательно в своей эхокамере и не вылезать оттуда? Да, понимаю. Я начну буквально с цитирования этой знаменитой фразы. Я пастердака не читал. Я не видел саму эту беседу. Но у меня есть некоторый подход к такого сорта вещам, основанный на принципе. И принцип в данном случае, я уж говорю, как там Кирсанов, да, в «Отцах и детях», он говорил принцип, по-моему, так. Он сформулировал, как ни странно, еще Ленина. А Ленин, с моей точки зрения, произнес замечательную фразу. Надо учиться работать в самых реакционных профсоюзах. То есть, если вы занимаетесь политикой, а КАЦ позиционирует себя как политик, я подчеркиваю, не как журналист, не как расследователь, не как эксперт, а как политик, значит, вы должны уметь говорить или научиться говорить и с теми частями общества, которые противоположны вашим взглядам. Вы не можете говорить сейчас в России, обращаться к ним напрямую, но вы можете говорить через их представителей. Что значит легитимизировать? Это часть российского общества. И это немалая часть российского общества. Надо отдавать себе в этом отчет. Другое дело, есть условия, они технические, но в данном случае они превращаются в принципиальные для того, чтобы сделать коммуникацию эффективной. Но первое, нельзя требовать очень многого от такого разговора. Ни в коем случае. Потому что вы можете повлиять только на тех, кто колеблется, кто сомневается. На тех, кто уверен в себе, что с одной, что с другой стороны. Ну, Вадим прекрасно знает, мы это обсуждали, вы повлиять не в состоянии. Другое дело, что вот доля колеблющихся и сомневающихся сейчас увеличивается. И если мы там предполагаем, что кто-то из них смотрит эту передачу, то у вас есть потенциальная возможность до них достучаться. Заставить их задуматься. Это первое. Второе. Вторая вещь, это техническая. Вы должны находиться в равных условиях. Потому что, если это коллективный разговор, где семь человек придерживаются одной точкой зрения, а вас используют в качестве мальчика для питья, это любимый формат российских ток-шоу. Когда приглашали одного полезного еврея, и этого полезного еврея, что называется, ну, в данном случае, полезного еврея в кавычках, расчехляли, демонстрируя городу и миру убожество его взглядов, его антипатриотизм, его странность, прочее, прочее, прочее. И физически у вас нет времени и возможности, вас закричат и заплюют. Причем заплюют отнюдь не только метафорически, Вадим. Я вот почему отказался ходить на телевидение еще в 14-м году? У меня была возможность, там, в силу ряда обстоятельств, появляться каждый день. Ну, я пришел по приглашению своего хорошего очень друга. И когда мне сказали во время одного из ток-шоу, ну, вы, если хотите, чтобы вас услышали, кричите, кричите, улыбнулся, и после этого, естественно, никаких приглашений более не принимал. Вот, вас закричат и заплюют. Поэтому, если вы оговорили равные условия, то почему бы не подискутировать? Я не вижу в этом вообще ничего дурного. В конце концов, это, вы знаете, выглядит даже неким интеллектуальным развлечением. Это эстетически, эмоционально, может быть, привлекательно. Ну, вот, помните, вы ее даже разбирали, мою дискуссию с Тиной Канделаки. Она же была в каком-то смысле очень примечательной. Тина Гивиевна получила от администрации президента указание меня срезать. Я это хорошо знаю. Поэтому я получил приглашение на дискуссию. У нее был наушник, по наушнику ей давали советы, как лучше срезать. В итоге дискуссия была ею проиграна, а мною выиграна. На чем вы основывали свою стратегию коммуникации? Действительно, разбор у меня такой был, в вашей беседе на канале. Кстати, вы его недавно упоминали и принесли мне несколько тысяч новых просмотров на этот обзор, за что я вам глубоко благодарен. Но вопрос, как вы считаете, в чем секрет успеха в такой коммуникации? То есть на каких принципах надо, на какие принципы стоит ориентироваться, если вы, что называется, забрели в чужой лагерь? Отличный вопрос. Вы знаете, я не уверен, что в данном случае речь идет о принципах. Потому что у меня принцип здесь только один, сформулированный Бисмарком. Хотя в его устах эта фраза звучит двусмысленно. Честность – вот лучшая политика. Вы должны быть честными. Вы не можете сказать все, что вы думаете. Это не всегда возможно. Но в том, что вы говорите, вы должны быть честными перед собой. По крайней мере. Я вот всегда руководствуюсь этим принципом. Но второе – это как вы донесете. Людей, честно, Вадим, вы же прекрасно знаете, их не очень интересует содержание того, что говорят. Увы. Их интересует, занимает и привлекает, как говорят. Это оформление внешности, это манера, это некоторые особенности дикции. В том числе, в том числе, на это обращает внимание. Содержа. Поэтому надо научиться говорить. Это принципиально важно. И если вы научились говорить и выражаете своей речью и оформлением внешности, своим поведением уверенность, вот это третье. Но это, понимаете, это не принцип, собственно, коммуникации. Это технические условия. Но они оказываются важнее принципов в данном случае. Если вы уверены, то ваша уверенность, ваша искренность, почему очень важно говорить то, что вы думаете, они передаются аудитории. Люди это очень хорошо чувствуют. Есть специальные исследования, которые показывают, что люди довольно неплохо интуитивно ощущают фальшь и довольно неплохо ощущают искренность. Но, правда, если вы им постоянно лжете со всех каналов, то у них начинает смещаться прицел. Они дезориентированы и они начинают принимать ложь за правду. Но это надо создать ситуацию абсолютно безальтернативности. Поэтому, если кто-то пытается создать альтернативу, как было в том случае, который мы с вами сейчас обсуждаем, и это рассматривалось как политическое послание, и были соблюдены технические условия, то есть равенство, в данном случае равенство сторон, то почему бы и нет? Многие говорят на ваш вопрос, почему бы и нет, отвечают, что ну ведь с той стороны одни идиоты, зачем с ними в принципе разговаривать, они все равно ничего не поймут, это все равно, что метается бисерк перед свиньями. Я сказал уже, что есть колеблющаяся аудитория, она немалая, и более того, ее доля возрастает. Вы обращаетесь не к убежденным людям, вы обращаетесь к колеблющейся аудитории, безусловно, к ней, потому что для убежденных, ну вы никак на них не повлияете, вы их только усилите их убежденность, они по определению знают, что вы враг, что вы негодяи, вы предатель и прочее, и прочее, в случае с Кацем, ну тут же сразу, понимаете, работает историко-культурный багаж, а Кац предлагает сдаться, да, это знаменитая киноцитата, а так он из Израиля, прочее, прочее, но это можно сказать о каждом из нас, допустим, обо мне можно, а, иноген, да, иноген, сидит там из Москвы, значит, да он не в Москве вовсе, вот, изощряется, издевается, но это убежденные люди, их не переспоришь, и не надо, а вот к колеблющимся надо обращаться, а что касается соотношения глупости и ума, я бы не стал, вот знаете, однозначно утверждать, потому что это попахивает таким антропологическим, антропологической минимизацией, на самом деле, доля дураков и умных, по моим наблюдениям, что в одном, что в другом лагере, ну более или менее соответствует, можно быть человеком либеральных взглядов, и при этом в законченном идиотом, потому что и идиотизм, это в том числе и игнорирование правды жизни, игнорирование трезвого и здравого смысла, да, того, что называют британцы common sense, это в том числе идиотизм, и среди либералов, я это наблюдал не меньше, чем там среди условных зет-патриотов, тяжелая аудитория очень, в любом случае, любая аудитория, к которой вы обращаетесь в Россию, она тяжелая, она невротизированная, не хочу сказать, что она психически больная, но она в общем на грани срыва находится, вот буквально перед нашей беседой увидел ссылку на некое исследование, которое показывает, что у 50% населения России психические неврологические проблемы, ну помилуйте, каждый второй, то есть дело не в том, глупые эти люди или умны, дело в том, что у них проблемы, а это наше общество, с ним неизбежно придется говорить, с ним неизбежно придется налаживать коммуникацию, или вы же для себя делаете априорный вывод, нет, с ними говорить не будем, помилуйте, а как вы тогда вообще хотите прийти в Россию к власти, а как вы хотите эту Россию менять, вы заранее отсекаете этих людей, превращая в своих врагов, ну хотя бы не говорите этому слух, не говорите им это публично, не говорите этим людям, что они ваши враги, ну хотя бы сделайте такой шаг, то есть избегайте некоторых вещей, которые повышают уровень конфронтации и взаимной ненависти, давайте в этом отношении покажем пример, ну как минимум, как минимум, так что мое отношение к этому позитивно, еще раз призываю работать, в самых, учиться работать, в самых реакционных профсоюзах, но соблюдая определенные условия, это очень важно, чтобы не оказаться в заведомо проигрышной ситуации. В дискуссии об этом постоянно всплывает вопрос уважения, я стараюсь говорить о том, что без базового уважения к своему собеседнику, кем бы он ни был, коммуникацию не построить, если у тебя на лице написано, что ты считаешь собеседника под лицом, мерзавцем, подонком, идиотом и так далее, чтобы ты не говорил, между вами контакт не выстроится, не выстроится контакт с аудиторией того человека, с которым ты говоришь. Важно помнить, что ты, вот как и вы сказали, сейчас говоришь именно с ней, а не непосредственно со своим собеседником. Непосредственно с собеседником можно и без камер поговорить, а если рядом стоит камера, значит, разговор все-таки идет через человека с теми, кто стоит за ним и смотрит его. Но даже если разговор дома на кухне, с бабушкой, с дедушкой, с мамой, с папой и так далее, люди говорят, как я могу их уважать? Ну вот за что их уважать? Они, значит, придерживаются людоедских, человеконенавистнических, страшных взглядов, ну, во всяком случае, мои подписчики так это трактуют, хотя это тоже, может быть, излишнее иногда, как можно их уважать? И тоже иногда нечего ответить, думаешь, ну, действительно, вот человек в таком экзотированном состоянии находится, как ему предложить уважать человека, который придерживается на его взгляд таких ужасных взглядов? Да, очень просто, Вадим. Да, у многих из этих людей взгляды откровенно мракобесны. Да. Но дело в том, что если вы либерал, ну, даже не обязательно либерал, если вы воспитанный и порядочный человек, то вы стараетесь увидеть в другом щеке человеческую личность. Вы обращаетесь не к его взглядам, вы обращаетесь к нему как к личности. Вы признаете его право иметь эту идентичность. А это как раз уже базовая либеральная установка. Как очень хорошо с моей точки зрения сформулировал Байден, идиотизм – это либеральная свобода. Право на идиотизм – либеральная свобода. Право на такие взгляды должно быть признано. Если вы признаете право на эти взгляды, то вы стараетесь демонстрировать тот стиль. Это не согласие со взглядами. Ни в коем случае. Вы можете ясно дать понять, что вы с этими взглядами не согласны. Что не мешает вам при этом, это надо постараться сделать, найти точки соприкосновения. Но первая точка, и даже не точка, это я бы сказал, предварительное, обязательное условие – это минимум уважения. Ну, если только вас не начинает с места в карьере расскорблять, что излюбленное место в интернет-дискуссиях, вы прекрасно знаете, что автор – идиот, и сейчас я вам это докажу в пяти пунктах. А потом, а что же вы меня забанили? Ну как? Как вы думаете, можно ли поддерживать дискуссию, если ваш стиль абсолютно неприемлем? Если стиль приемлем, или, по крайней мере, вы можете минимизировать издержки стилевые, то попробуйте. Возможно, вы придете к чему-то интересному. Возможно, вы разглядите друг в друге человека. Именно личность. Да, личность с различающимися взглядами. Ну и потом, Вадим, знаете, такое бытовое наблюдение, я думаю, что и вы могли бы его разделить, и многие наши зрители. Некоторые люди, как ни странно, как люди, оказываются лучше собственных взглядов. Не хочу сказать, что все. Но я это в жизни не раз наблюдал. Да, взгляды у них дикие, мракобесные, но как люди, они очень даже приличные. Если вы не обсуждаете с ними некоторые темы, то вы прекрасно можете с ними и проводить время, и находить общий язык. Понимаете, не надо впадать вот в эту паранойю, которая характерна для российской оппозиции. Кстати, что левой, ну в данном случае либеральной, что правой, все мерить одним политическим измерением. Люди все-таки несколько богаче, обширнее и сложнее, чем политическое измерение, которым мы их собираемся мерить. Мне кажется, это даже не сложно проверить ретроспективно. Если вы с этим человеком столько лет общались, вы же почему-то с ним общались. Это же по щелчку пальцев 24 февраля не исчезло в нем. Те качества, которые вам нравились, и в силу которых вы вместе работали, сотрудничали, проводили время, дружили. Это все в нем все еще есть. Да, его взгляды очень осложняют ваше общение, это понятно, но невозможно же ими перечеркнуть все то, что в нем продолжает быть как в человеке. Вся эта многогранность. Я согласен, хотя у меня есть в моей жизни случай, когда там люди, с которыми я дружил 30 лет, они перестали со мной общаться по собственной инициативе. В силу ваших политических взглядов? Да, в силу расхождения. Ну, понимаете, у нас много общего, много хороших воспоминаний. Мы могли бы не обсуждать некоторые вещи, тем более вот сейчас, когда есть усталость от всего происходящего, колоссальная усталость. Можно же обойти это стороной, но если для них это неприемлемо, ну, я же не буду навязываться, понимаете. Но если человек с вами готов вести диалог, хотя бы пытается, не надо его отвергать. Вот Лао Цзи говорил, что говорить с людьми, с которыми нельзя говорить, означает терять слова. А не говорить с людьми, с которыми можно говорить, означает терять людей. И мудрые люди не теряют, у него совершенно мудрые, ни слов, ни людей. Я бы ввел вот эту градацию. То есть люди есть, с которыми можно говорить, несмотря на их взгляды. Допустим, того же Игоря Стрелкова, Гиркина, я знаю еще с 2000, 2000 года, или 2001, по крайней мере. И мы встречались, мы говорили, он довольно интересный собеседник. Естественно, я не знал, что будет происходить потом. Хотя я догадывался о том, что происходило, когда он воевал в Чечне. Но эту сторону мы обходили. Эту сторону мы обходили. Во всем остальном, если бы вы с ним захотели обсудить историю, допустим, гражданской войны, он прекрасно в этом разбирается. Он не только такой, знаете, реконструктор стилевой, он хорошо знает историю этого периода. Очень хорошо. То есть у вас бы могли найтись общие темы, вы бы с интересом провели время. Люди сложнее. Очень многие, не все. Есть очень примитивные люди и с ними. Но не получается диалога, но повернулись и ушли. Но заранее, заранее лишать возможности, тем более с людьми, которые влияют на общественное мнение, которые представляют и выражают общественное мнение. А кто знает, как служится даже не жизнь, хотя и жизнь тоже, а политика через несколько месяцев. Вот это важный вопрос. Что будет происходить? Я знаю, знаю, удивительные истории, когда люди, находившиеся, казалось бы, в глухой непримиримой конфронтации оказывались по одну сторону баррикад. Поэтому, допустим, я всегда избегаю каких-либо площадных оскорблений, инъектив в адрес кого-либо. Ну, за исключением властей. За исключением властей. А если эти люди находятся со мной реально, актуально, потенциально по одну сторону баррикады, зачем? Зачем высказывать свое мнение о тех или иных вещах, о тех или иных паспортах. Точнее, наверное, о каких-то взглядах можно выражаться. Ну, вот здесь очень важно. Это не характерно, к сожалению, для России. Мы высказываемся не о взглядах людей, мы высказываемся о личностях. То есть, мы сразу пытаемся дать оценку человеку. Не надо. Не надо давать оценку человеку. Если вам не нравится его взгляд на ту или иную ситуацию, интерпретация, это не означает, что сам по себе человек глуп, плох и предатель. Да ничего подобного. Как, по-моему, Шандеройчев, не помню, Шандеройчев или Родзинский. Да у меня просто такое мнение, понимаете? Признайте право человека на другое мнение. Право на ошибку. Право на идиотизм, в конце концов. Это истинно либеральный принцип. Это истинно гуманный подход. Признайте это. Исходя вот из этой презумпции, попытайтесь говорить. Окей, если вы теряете слова, вы прекращаете попытку диалога. Никаких проблем нет. Валерий Дмитриевич, вот вы говорите про будущее, в котором, возможно, те, кто были непримиримыми противниками или, во всяком случае, ощущали себя таковыми, вдруг неожиданно, как там было, и лев возляжет с ягненком, что-то такое произойдет внезапно. Да, да, да. Но если чуть умерить пафос, говорю самому себе, возникает вопрос, вот когда-то кончится война, когда-то многие из вынужденных эмигрантов вернутся домой, хотя и далеко не все, но многие вернутся. Люди, которые остаются в России и придерживаются антивоенных взглядов, но зачастую вынуждены их скрывать или, во всяком случае, не проявлять их открыто, смогут вздохнуть более свободно. Какие, как вам кажется, ключевые проблемы в коммуникации между людьми, которые придерживались разных взглядов, нас ожидают в том будущем, в котором война уже закончилась? И как нам их предстоит решать? Знаете, Вадим, с моей точки зрения, я, правда, выскажусь парадоксально, особых проблем не будет. А те проблемы, которые будут, они будут вызваны алкоголем. Алкоголь, который будет провоцировать разговоры о прошлом и претензии друг к другу. Особенно претензии, связанные с моралью, с моральным превосходством, скажем, когда, это для России вообще очень характерно, выражение, ведение дискуссии и раскрытие своей позиции с точки зрения морального превосходства. Но дело в том, что у новой страны, это будет новая страна, будет новая повестка. Эта повестка будет позитивной. Это повестка, которая создаст возможности для развития. Если люди заняты своим делом, им не надо будет сводить счеты в прошлом. Давайте я вам приведу пример. Я не буду называть этих людей, их уже нет живых. Но это реальная история. Это 80-е, 81-й год. Это группа молодых людей, которые были арестованы как диссиденты. Один из них дал на остальных признательные показания. В чем, вне зависимости от того, были они причастны к этому или не причастны. Он дал признательные показания. Потом он это объяснил очень просто. Я хотел не в концлагере, ну, не в лагере быть, да. Я хотел находиться просто в городе провинциальном. Что он и получил. Он получил там ссылку. Провинциальный город. Проходит несколько лет. Горбачев. Эти люди оказываются в числе активных перестройщиков. вы думаете, вы думаете, что они стали сводить счеты. Да ничего подобного. Ничего подобного не было. Один раз, это мне рассказал один из них, его тоже уже нет, ну, сказал, их нет живых. Говорит, в поезде, я, говорит, встретился с этим человеком, мы выпили и всю ночь, это поезд был из Москвы в Петербург, уже тогда в Петербург, а может быть, еще в Ленинград, всю ночь мы простояли в тамбуре, курили и обсуждали прошлое. Вот и все, Вадим, ничего не будет. Никакого сведения счета. Ну, а может быть, попробую я вам оппонировать, это все-таки так интеллектуалы решают свои наболевшие проблемы и травмы прошлого, а люди, ну, опять же, не хочется с элитистских позиций говорить, но люди, может быть, привыкшие решать свои проблемы кулаками, ими и будут их решать? Только еще ожесточеннее. Триггер это алкоголь, алкоголь и тут начинает всплывать, вскрываться, тут начинает обнажаться обиды, реальные или мнимые, не будет алкоголя, алкоголь, триггер вообще проблем, очень значительной части проблем бытовых и криминальных в России, это традиционно. Не до этого будут людям, Вадим, им просто будет не до этого. и более того, я могу сказать, что люди, ну вы это хорошо знаете, люди склонны вытеснять неприятные для себя воспоминания, забывать вещи. Это довольно правильная стратегия, довольно, интеллектуалы не должны себе позволять это делать, они должны это прорабатывать, потому что они понимают, что это общественная проблема, но в целом общество, одно, как опять же, в одном романе говорится, люди рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать. Жить и по возможности наслаждаться жизнью. Поэтому это не будет проблемой. Проблемы будут, я говорю, вот на бытовом уровне, связанном с алкоголем, а на более высоком, социальном, это когда-то, если кто-то будет требовать для себя определенных позиций, основываясь на своей точке зрения, на своей позиции во время военного конфликта. То есть, опять же, заявляйте себе с позиции, с презумпцией превосходства, морального я подчеркиваю. Он говорит, в то время, как вы платили налоги в России, да, я уехав из нее, всячески подрывал финансовый фундамент путинского режима. И еще там вел, допустим, блок, где показывал кукиш, не просто в кармане, многие в кармане держат кукиш, а я показывал фак, я показывал фак этому режиму и его кровавым опричникам. Поэтому, поэтому я заслуживаю право занять такую, такую, такую позицию. В этом случае могут возникнуть проблемы, но и мне кажется, что таких дураков не будет, Вадим. Ну или ровно наоборот, пока вы поджав хвост сбежали из России при первой опасности, я находился внутри России и говорил об этом обо всех проблемах честно, прямо. Опять же, это моральный аргумент, это может быть моральным аргументом, но здесь, вот вы правы, здесь есть политическое измерение, понимаете, вот в чем оно состоит. Я излагаю это всегда открыто. Если вы к чему-то призываете из-за рубежа к каким-то действиям, вы должны быть здесь и разделить это действие с людьми. В противном случае, то есть принять на себя ответственность, в противном случае не призывайте к тому, что влечет за собой риски. Это очень важно. Вот здесь мораль и политика с моей точки зрения и этика они совместимы. Но это не история о прошлом, понимаете, это история о нашем настоящем и, возможно, отчасти о будущем. Валерий Дмитриевич, вы, как всегда, невероятно оптимистичны и разговаривать с вами и слушать вас одно удовольствие, но кто-то скажет, ну, Валерий Дмитриевич, нам еще обещал, что в 23-м году Путина уже не будет ни во внутренней, ни в международной политике, был оптимистичен, а вроде как все еще в ней есть. Может быть, и с коммуникацией вы также чрезмерно оптимистичны? Что бы вы ответили критикам с этого фланга? Я бы ответил, что поживем увидим. Но в данном случае оптимизм это стратегия. Очень важно понимать, что это не просто точка зрения, это не просто тонус психологический, это стратегия. Если вы заранее нацениваетесь на некое депрессивное поведение, на то, что, ну, никогда ничего хорошего в этом месте не было и не будет, то у вас никогда ничего не получится, потому что у вас не будет ни мотивов, ни стимулов, ни желания. Если вы говорите, ну, почему? Вот есть страны, у которых получалось. Получалось в условиях ничуть не лучших, чем наши, а, возможно, и гораздо худше. То есть оптимизм как стратегия, он работает. Вам не надо, чтобы все население страны стало оптимистами. Нет. Вы должны создать рамку, при которой те люди, которых можно назвать агентами перемен, это социологический термин, начнут очень быстро двигаться вперед и потянут за собой страну. Но для того, чтобы они потянули за собой страну и стали двигаться вперед, у них должен быть горизонт. Горизонт это само по себе оптимизм. Вы видите будущее и вы знаете, что оно у вас есть. И вы можете его сделать привлекательным. Поэтому это очень важно быть оптимистом. Чрезвычайно важно. И эта штука работает. Она работает как раз как механизм. И оптимизм должен быть включен как раз в систему массовой социализации, безусловно. Но не в том, знаете, старосоветском духе, что пятилетку за четыре года и наш колхоз на неделю раньше обычного начал севьяровых, потом выясняется, что это уже бог знает, когда уже севьяровых. Но если все время на неделю раньше, да. Нет. Оптимизм вы говорите, посмотрите, у нас есть перспективы такие-то, такие-то. У нас есть возможности. Мы можем этого добиться. Мы добиваемся, мы двигаемся шаг за шаг. Люди в России нуждаются в этом. Это чрезвычайно важно. У нас очень, как сказала бы одна журналистка, моя добрая знакомая, пессимизированное общество. И его пессимизм это часть государственной стратегии. Очень важно. Чтобы государству выгодно, чтобы люди были пессимистами. Чтобы они не верили в собственные силы, в собственные возможности. А как вы заставите людей поверить в собственные силы и собственные возможности, если вы им не дадите талик оптимизма? То есть оптимизм здесь как своего рода самосбывающееся пророчество. Мы предвлекаем хорошее будущее, и оно во многом наступает в силу нашего предвидения. Он должен, конечно, соотноситься с реальностью. Он должен соотноситься, безусловно. Но вы должны видеть, что из этой реальности могут вырасти разные варианты. Разные. И вы говорите, может вырасти такой оптимизм. Но давайте мы приложим к этому какие-то усилия. Если мы не будем прилагать усилия, если мы скажем, ну ничего здесь хорошего никогда не будет. Не надо начинать. Тогда точно ничего хорошего не будет. Ну давайте, вот помните, как в этой истории двух лягушек, которые оказались в кринках со сметаной, по-моему. Да, одна стала барахтаться и в конце концов сбила сметану в масло. А вторая, да ничего хорошего не будет. Погибать так с полным ртом сметаны в конце концов. Кстати, с точки зрения коммуникации это ведь привлекает очень в человеке. Вот в том числе ваш образ, например, во многом привлекателен для стороннего наблюдателя, который еще не знаком с вами глубоко, а вот впервые вас где-то видит. Во многом ведь именно оптимизмом, потому что слышать что-то оптимистичное просто приятное этого человека сразу хочется послушать дальше. А там вы уже цепляете чем-то более глубоким, аналитикой, знаниями и так далее. Но на первом этапе мне кажется, что оптимизм и это к разговору, например, даже о беседах со своими соседями, со своими друзьями, о любой коммуникации с людьми из противоположного лагеря. Если вы можете дать им образ будущего, который не наполнен темными тучами и какими-то ужасающими прогнозами, а хоть что-то в нем содержится, светлое, чего им знаете, это вот то, о чем я говорил, стиль коммуникации, это очень важно. Как вы говорите, начните просто с улыбки, просто улыбнитесь. И это действует, это действует. Улыбайтесь все время от времени, даже если это разговор об очень тяжелом, об очень тяжелом. Ваша улыбка, она не даст людям впасть в депрессию. И чрезвычайно важно поддерживать приемлемый уровень оптимизма. Мне легче, да, я оптимист, как говорят, по жизни. Это, видимо, с биохимией связано уже мозга. Хотя у меня, поверьте, очень непростая жизнь, я бы сказал, отягощенная разного сорта проблемами. И те люди, которые думают, что легко и беззаботно живу, они бы сошли с ума, я в прямом смысле слова, столкнувшись хотя бы с одной из тех проблем, с которыми я сталкиваюсь в последнее время. Они бы просто не выдержали. А я выдерживаю, в том числе благодаря оптимизму. И это может стать стратегией для России в целом. Я думаю, что на этой ноте, Валерий Дмитриевич, мы будем подводить нашему разговору постепенно итог, резюмировать сказанное. Я думаю, что прежде всего стоит порекомендовать. На моем канале часто люди хотят практических советов. Они приходят сюда за информацией прикладного характера. Вот я думаю, что из того, что можно было бы порекомендовать, что мы уже сказали, это относиться к собеседнику всегда с уважением и стараться найти в нем хоть что-то, что можно было бы уважать и строить коммуникацию, отталкиваясь от этого. Во-вторых, наверное, найти хотя бы что-то оптимистичное сначала для себя, а потом постараться поделиться этим с собеседником. И, может быть, как чем-то еще можно было бы добавить, дополнить этот список вот таких базовых советов для начала коммуникации с людьми других взглядов. И уделить внимание тому, как вы говорите, как вы говорите, как вы общаетесь, это принципиально важно. Даже содержание, поверьте, не настолько важно, сколько стиль донесения. Он важнее на самом деле всего оказывается. Тем более сейчас, когда люди, честно говоря, особо уже и не вдумываются. Ну, на то есть серьезные причины. Валерий Дмитриевич, вы славитесь прогнозами, все равно ваш образ так или иначе связан с предсказаниями, прогнозами, хотя ими, безусловно, ваш образ не исчерпывается, но так или иначе это широко известно. Может быть, вы сделаете такой лайт прогноз, когда мы с вами сможем поговорить уже вот не так за тысячи километров или за сотни километров, а, что называется, с глазом на глаз в Москве или в Петербурге, когда это станет возможным? Не только, понятно, для нас с вами, а вообще для... В следующем году точно совершенно мы сможем поговорить в России довольно свободно. Я бы сказал, вообще свободно. Я не могу вам, правда, точно назвать сейчас месяц, потому что есть две точки зрения. Мои друзья, они осведомлены гораздо лучше меня, но они очень оптимистично смотрят. Они считают, что уже, возможно, в начале следующего. Я все-таки более сдержан. Я думаю, что, ну, может быть, все же через год, уже ближе к осени следующего года. Но так или иначе, мы сходимся на том, что в следующем году. Валерий Дмитриевич, ну, я не знаю, как наших зрителей, а меня вы оптимизмом точно подкупили. Надеюсь, что в хорошем самом смысле, конечно. Я думаю, что многие из тех, кто нас слушали, тоже прилинули к экранам и, может быть, внимательно еще раз переслушивают нашу беседу и найдут в ней что-то очень полезное. Спасибо вам большое, что пришли. И я напоминаю, что вы были первым гостем на моем канале. Я снимал видео, не приглашая гостей. И вот еще, когда я был совсем-совсем маленьким, в медийном смысле, вы оказали мне честь, пришли ко мне. Мне это очень приятно. И я благодарен вам те успехи, которые в последнее время пришли ко мне на медийном поприще. Они во многом связаны и с вашей помощью, с вашей открытостью в диалоге. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Вадим. Но мне кажется, это вполне заслуженно, что вы ведете по стезе успеха. И люди в этом нуждаются. Люди в этом нуждаются. Вы получаете естественный отклик. Спасибо вам за приглашение и спасибо нашим уважаемым зрителям и слушателям. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал Валерия Дмитриевича, если вы мои подписчики, но пока почему-то не подписаны на канал уважаемого профессора. И не забудьте поддерживать нас финансово. Это важно. Ничего в этом мире не делается без денег. Поэтому, если вы хотите, чтобы оба наших канала продолжали свою деятельность, пожалуйста, рассмотрите возможность финансовой помощи в том размере, который для вас является комфортным и допустимым. И спасибо всем тем, кто уже это делает. Я думаю, что выражаю эту благодарность не только от себя, но и от Валерия Дмитриевича. Я думаю, что вы солидарны со мной в этом деле. Разделяю. Всем большое спасибо. До новых встреч и всем пока. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok